Программа DAPO Assault Breaker 2 Идея старая, технологии новые. В прошлом в США разрабатывался авиационный комплекс Assault Breaker, предназначенный для борьбы с наступающими ордами советских танков. Позже от этого проекта отказались по целому ряду причин. Однако несколько лет назад началась проработка вопроса возобновления подобных работ. В рамках программы DAPO Assault Breaker 2 В обозримом будущем может быть создана новая система для борьбы с сухопутными войсками вероятного противника. Старая новая идея. В последние годы наблюдается значительный рост боеспособности армии России и Китая, вызывающий беспокойство Соединенных Штатов. Вашингтон разрабатывает различные планы, направленные на сдерживание вероятных противников в ряде регионов. Важную роль в этом процессе играют разработки агентства перспективных исследований. DAPO Принцип работы комплекса Assault Breaker Рисунок ResearchGate.net Несколько лет назад DAPO начало новую проработку концепции, предложенной ранее в проекте. Assault Breaker Планировалось оценить ее перспективы в контексте современного вооруженного конфликта, внести необходимые изменения и, при наличии реальных преимуществ, довести до стадии проектирования и внедрения в войсках. Проект под названием «Assault Breaker 2» пока находится на стадии предварительной проработки. Готовый комплекс удастся поставить на вооружение не ранее конца 20-х годов при условии, что проект не закроют раньше. В связи с ранней стадией работ большая часть данных пока не публиковалась, но уже известна самая общая информация. Часть данных фигурировала в официальных отчетах, тогда как прочие сведения просачивались в СМИ из неназванных источников. На новом техническом уровне. Согласно доступным данным, пока программа «Assault Breaker 2» предусматривает использование старых идей, реализованных с применением нынешних технологий и элементной базы. При этом цели и задачи, а также состав и принципы действия комплекса не изменяются. Напомним, система «Assault Breaker» в ее исходном виде включала несколько основных компонентов. Первый самолет обнаружения и целью указания «И-8С» с бортовой РЛС «АН-СЛАШ-АПИ-3». В качестве средств доставки вооружения планировалось использовать бомбардировщики «П-52Х» или другие самолеты, а также наземные пусковые установки. Эти платформы должны были использовать ракету «Assault Breaker», несущую кассетную боевую часть самонаводящими сопротивотанковыми субоеприпасами «БЛЮ». Опытная ракета «Мартин Мариата Ти» 16. Фото «Designationsystems.net» Согласно планам начала 80-х годов, несколько самолетов «И-8С» должны были обеспечивать работу 12 бомбардировщиков. Каждый «П-52Х» мог взять на борт 20 ракет. Разрабатывавшиеся ракеты несли от 10 до 40 отдельных боевых элементов, каждый из которых имел 4 кумулятивных заряда. Таким образом, на сухопутные войска противника одновременно можно было отправить 240 ракет с 249 600 субоеприпасами 9 638 400 кумулятивных зарядов. Предполагалось, что даже при 50% вероятности поражения танка или бронемашины эскадрилья «П-52Х» нанесет противнику неприемлемый ущерб. Лишившись резервов, враг будет вынужден остановить наступление. Впрочем, система «Ассалт-брейкер» так и не была создана и поставлена на вооружение. В конце 70-х до испытаний довели две ракеты с кассетными боевыми частями «Т-16» от фирмы «Мартин Мариетта» и «Т-22» от «Ворт». Оба изделия показали себя плохо. Отсутствие реальных успехов и значительная стоимость привела к закрытию проектов и всей программы в целом. Работы по «Ассалт-брейкер» остановились в конце 1982 года и более не возобновлялись. Теперь же «Дапа» вновь изучает концепцию закрытого проекта и пытается оценить его перспективы в современной обстановке. По-видимому, главной целью текущих работ является определение возможности получения желаемых работ при использовании современных технологий и компонентной базы. Возможно, те или иные изменения претерпят и основная концепция проекта. Боевой элемент «БЛУ-108-П» слева и кумулятивный заряд «СКИТ» фото «ГлобалСекюрити.Орг» В прошлом году Научный совет премьенобороны США опубликовал доклад Студе в котором приводились данные по новому проекту и его задачам. Среди прочего, в нем приводились два возможных сценария, оправдывающих разработку системы «Ассалт-брейкер-2». Первый сценарий рассматривает возможный конфликт в Прибалтике. Сравнивая силы сторон, авторы доклада пришли к выводу о количественном превосходстве российской армии. Даже с учетом возможностей по переброске войск НАТО не сможет вовремя отреагировать на внезапное российское нападение и создать требуемую группировку. Потенциал российской армии в контексте Восточной Европы показывают учения Запад последних лет. Также в качестве потенциального агрессора рассмотрели Китай. Он способен защитить прибрежные зоны, а также действовать на некотором удалении от своей территории. В частности, возможно нападение на Тайвань, что ставит новые задачи и требования. Угроза в лице России и Китая рассматривается в качестве достойного оправдания для создания новых систем вооружения, в том числе и сравнительно сложного многокомпонентного комплекса. Использование старых идей и новых технологий должно обеспечить преимущество в борьбе с потенциальным противником. Планы и реальность. Пока программа Находится на стадии предварительной проработки технического облика. Испытание Доступные данные по программе Пока не позволяют делать точные прогнозы относительно ее будущего. Одни сведения могут быть поводом для оптимизма, тогда как другие способны спровоцировать резкую критику. Реальное соотношение положительных и отрицательных качеств будущей системы вооружения пока остается неизвестным. Появлению положительных оценок способствует развитие радиоэлектронных технологий и прогресс в ракетных технологиях, имевшие место в последние десятилетия. Основные проблемы первого проекта Assault Breaker Были связаны с недостаточным совершенством ракеты, несущей боевые элементы. Современная компонентная база позволяет избавиться от таких проблем. Кроме того, имеется возможность повысить характеристики в сравнении с системами прошлого. Первый проект Assault Breaker Закрыли из-за перерасхода финансов на фоне отсутствия прогресса. Вторую программу может постичь та же участь. Несмотря на использование освоенных изделий и технологий, комплекс в целом может оказаться чрезмерно сложным и дорогим. Удастся ли инженерам решить проблему стоимости пока не ясно. В свое время концепция, заложенная в основу комплекса Assault Breaker Казалась многообещающей, эффективной и полезной, однако ее реализация оказалась крайне сложной и не была доведена до конца. Как показывают события последних лет, эту концепцию по-прежнему считают пригодной для использования и вновь изучают с целью возобновления работ. Тем не менее, реальное будущее проекта все еще не определено. Получит ли Пентагон новое оружие для защиты от танковых орд противника, покажет время. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...